У нас два новых котла электрических. Задали программу, включили, все заложили, выключили. Сегодня у нас суп с крупой, с мясом. Мясо мы подаем отдельно каждому клиенту, отдельно кладем в тарелку, сколько положено. Вот это у нас плиты новые. Вы получили мы их в декабре месяц. Это Игорь Михайлович сделал нам подарок. Новому году. Ольга Александровна волнуется и записывать интервью просит на родной кухне. Здесь и стены помогают. Мне кажется, пищеблок – это самое главное сердце нашего учреждения. Шестиразовое питание. На 100 человек отделения милосердия надо приготовить. Здесь 130 человек, 135. Надо приготовить. И надо у каждого спросить, что он любит. Один не ест макароны, другой не ест, например, гречку. Это я должна знать их вкусы. Но из-за этого, может, я здесь работаю уже 20 лет. До этого Ольга Иванова управляла рестораном в Копейске. Теперь в реабилитационном центре, который сотрудники и проживающие называют нашим домом, интерьеры точно не хуже, чем в каком-нибудь кафе. По посуде. Не у всех ресторанов есть такое. И выпечка. У нас очень хорошая выпечка. Ольга Александровна проводит для проживающих мастер-классы. Поведем, поведем. Повели. Хопс. Теперь можно сделать из этого красивую-красивую розочку. О, и уже стол у нас сразу праздничный. Надежда и Александр, брат и сестра, занимаются в местном танцевальном коллективе. Репетируют выступления для фестиваля «Созвездие», где наверняка по традиции получат призовое место. Говорят, после вкусного завтрака хорошо танцуется. Танцуется, да, хорошо. Сразу просыпаешься. Ольга Александровна у нас, шеф-повар наша, очень хорошо готовит. Макароны люблю, картошку с котлетами. Бывает наполнение, бывает беляши дают. Беляши люблю очень сильно. Очень приятно, когда вот видишь в зал обеденный, и они тебе говорят, Ольга Александровна, так сегодня вкусно. Вы знаете, как это приятно? Это очень приятно. Это бальзам на душу. Рядом с обеденным залом витрины с кубками и дипломами. В конце мая у нас проходила летняя спартакиада. Подвиги Министерства социальных отношений Челябинской области. Среди стационарных учреждений. 15 стационарных учреждений принимали участие. В командном зачете мы заняли первое место. В эстафете тоже первое место. И в футболе первое место. А к дню соцработника Ольгу Иванову ждала торжественная церемония в правительстве области. Вручение губернаторской премии. Она заслужена, эта награда. Благодаря, естественно, Ольге Александровне у нас я спокойно запишу Бог. И вот волнующий момент награждения. Впрочем, Ольга Иванова подчеркивает, почетную награду вместе с ней заслужил весь дружный коллектив. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС Челябинск. Академия. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС Челябинск.